Кирюш, Кирюш, иди сюда. Кирюш, Мася, там клыки-то какие, ё-моё. А ещё вчера он был ласковый макак. Сегодня Кирилл узнал, что на свете есть овдовевшая макака Мася. Одна совсем близко, но к ней Кирюшу не подпускают. Животным надо сначала принюхаться друг к другу. Поэтому самец такой агрессивный. Яванский макак, или как его ещё называют, макак-крабоед, приехал на днях из Хакасии. Ему 8 лет, домашний. За всю жизнь он знал только одного мужчину, своего хозяина, который и отдал питомцу Барнаульскому зоопарку «Лесная сказка». У него появились сородичи, то есть особи его вида. Возможно, ему этого столько лет не хватало, хотя мужчина мог заменять ему того же сородича или родственника. Возможно, макак считал, что этот мужчина является просто его братом, так сказать, или каким-то собратом, напарником. В зоопарке уже жили две обезьяны – макака Мася и её подруга, мартышка Чита. Самок связывали не только дружеские отношения, поэтому теперь Чита очень ревнует Мася Кириллу. Пока этот любовный треугольник держат раздельно. Зоологи не исключают, что в будущем буря и безумие в вольере поутихнут, и обезьяны смогут жить втроём, шведской семьёй. Через некоторое время, конечно, можно их уже запустить, то есть самки будут в половой охоте, и, конечно же, мы будем надеяться, что у них появится маленькое потомство. Жители Барнаула смогут увидеть нового обитателя зоопарка, когда на улице потеплеет хотя бы до плюс десяти, и Кирилла с его подружками выпустят из вольера в эту клетку. Ирина Корчегина, Александр Антропов. Наши новости. Продолжение следует...